Издательство Эксмо. Вадим Зеланд. Кухня предков, пища силы. Введение. Странные люди. Итак, поговорим о том, что волнует многих. О еде. Еда. Какой она должна быть? Во-первых, такой, чтобы питать всем необходимым. Во-вторых, такой, чтобы не отбирать энергию, а давать ее. В-третьих, такой, чтобы больше очищать организм, чем засорять его. В идеале, она должна быть живой, то есть растительной и не подвергавшейся тепловой обработке. Такой тип питания обычно называют сыроедением. В понимании обывателя или несведущего сыроеда, сыроедение – это когда питаются сырыми овощами и фруктами. Именно поэтому сыроедение себя дискредитировало. Из-за невежества тех, кто пробует так питаться, и тех, кто наблюдает со стороны за так питающимися. Например, мне как-то довелось прочитать исповедь одного сыроеда, который еще при этом занимался бодибилдингом. Вот, пишет он, качаю железо, усиленно питаюсь салатами, но масса почему-то не прибавляется, а убывает. Стал есть в два раза больше салатов. Результат тот же. Тьфу, думаю, ну его. Начал есть мясо, и масса стала расти. Конец цитаты. Означает ли это, что на сыроедение нельзя нарастить мышечную массу? Можно, конечно, и очень даже успешно. Только не надо быть идиотом. Как говорил Джон Сильвер, ты будь пиратом, только не будь дураком. Если за что-то берешься, сначала изучи вопрос. Если решил чем-то заняться, так занимайся сознанием дела. Странные люди. Другие, и без тренировок, а просто питаясь свежими овощами и фруктами, доводят себя до чахоточного состояния. Смотрят на себя в зеркало, подсознательно понимают, что делают что-то не то, но все равно упорствуют в своем упрямом убеждении, что питаться следует именно так. Однако в конечном итоге, помаявшись, уходят из такого вида сыроедения. Очень странные люди. А телевизионщики, глядя на подобных доходяг и прочих больных на голову, и тоже не разобравшись, начинают огульно отрицать вообще всю идею живого питания. Подключают опытных диетологов, в кавычках, каждый из которых несет какую-нибудь свою огульную ахинею, но им верят больше, чем доходягам, естественно. Телевизионщики уж должны бы быть профессионалами и грамотно, объективно преподносить информацию. Они однобока. Но нет, не хотят. Опасно странные люди. А я тоже, глядя на то, как сыроедение тупо дискредитируется, как противниками, так и приверженцами, отказался использовать данный термин и ввел свой «живое питание». Что я под этим понимаю? Питание, которое соответствует вышеперечисленным трем критериям. И это, конечно, далеко не только и не одни свежие овощи и фрукты. Краеугольный вопрос. Возможно ли стопроцентное растительное сыроедение? Ответ. Да. Но при условии очень грамотного подхода или наличия соответствующих условий, как, например, своего натурального хозяйства в значительном отдалении от техносферы. Такие люди есть, но их немного. Грамотных людей немного. У остальных даже при всем желании нет условий. Книги «Вершитель реальности» и «Апокрифический трансерфинг», в которых я начинал тему питания, создавались в то время, когда ни у меня, ни у других современных приверженцев сыроедения не было опыта по такому образу питания. Наш общий и, главное, современный опыт показал, что в техногенной среде стопроцентное сыроедение едва ли возможно. Основные причины. Первое. Дефицит экологически чистых продуктов. Второе. Тотальное загрязнение окружающей среды, в условиях которой организм, перешедший на живое питание, как более щадящее для него, снижает свои защитные силы и оказывается уязвимым в агрессивной среде. Например, выхлопные газы на улице, испарение пластика дома, от чего самочувствие ухудшается. Об этом я написал позже, в книгах «Калибе» и «Чисто питание». Немаловажной причиной также является отсутствие элементарной культуры питания у большинства населения, что лично для меня оказалось неожиданной новостью. Идея живого питания, даже с кучей сопроводительных предупреждений и оговорок, воспринимается большинством неадекватно и вливается просто в неполноценное питание или фанатизм. Но стопроцентному живому питанию есть приемлемая альтернатива – чистая и сильная пища. Об этом пойдет речь далее. А пока вкратце скажу, что если в течение дня питаться живой пищей, а вечером съесть что-нибудь приготовленное, но чистое, то положительный эффект достигается практически тот же, что и при стопроцентном живом питании. Что значит «чистое»? Опять, если вкратце, это третий критерий. Пища должна больше очищать организм, чем засорять его. Если это условие соблюдается, все в порядке. И никаких ста процентов не требуется. Например, пророщенные бобовые, даже приготовленные, больше очищают организм, чем засоряют. А настоящий хлеб вообще можно приравнять к живой пище. А вообще, зачем все это надо? Какова цель? Цель – освобождение достаточного количества энергии для высокого жизненного тонуса, для достижения своих целей, для занятий трансерфингом и техниками ТАФТИ, для полноценной жизни вообще. Потому что у среднестатистического человека этой энергии крайне мало.